Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс Новости в студии Полина Мельниченко. Сегодня в программе. Сводка происшествий. На этой неделе в нашем округе зарегистрировано 42 аварии. Зима стучится в двери. Синоптики прогнозируют резкое похолодание на выходных. Снова в обойме. Торговый конфликт «Центральный» открылся после длительного перерыва. Приморский край в картах. На территории городского музея открылась выставка. Новый законопроект «Опасность вегетарианства для несовершеннолетних». Международный матч по хоккею. Встретились команды из Уссурийска и Муданзяня. 42 аварии зарегистрировано в нашем округе на этой неделе и 8 человек получили телесные травмы. Задержано пятеро пьяных автомобилистов. Подробности сводки происшествий у Ольги Муравьевой. Один водитель без видимых оснований угодил в кювет. Обострилась на этой неделе ситуация с аварийными участками дороги. Местами, где ДТП регистрируют регулярно. Столкновение трех автомобилей на улице Краснознаменной. Водитель «Приуса» при повороте на Пролетарскую не уступил места машине со встречного направления. И столкнулся с «Тойотой Марк 2». Тот, в свою очередь, продолжил движение и зацепил еще один «Приус». Как итог, пробка на дороге и в перспективе ремонт у всех участников столкновения. Травмированных нет. Опрокидывание на гострассе вблизи нашего города с одним участником движения. Водитель микроавтобуса направлялся в Уссурийск и не справился с управлением, а прокинулся на бок. После этого автомобиль продолжил движение и угодил в леерное ограждение. У «Мазды Бонга» значительный урон. Пострадали двое. У водителя ушиб головы и грудной клетки с подобными травмами и пассажирка микроавтобуса. Несколькими часами позже еще одно ДТП на гострассе. Женщина на «Короле» нарушила скоростной режим и оказалась за пределами дороги. Машина изрядно потрепана. Неутешительный финал. Пассажир автомобиля госпитализирован с компрессионным переломом позвоночника. Несовершеннолетний мопедист оказался под колесами автомобиля. Женщина на «Хонде Стрим» при повороте налево вне перекрестка не уступила встречному транспорту и столкнулась с мини-байком. За рулем двухколесного транспорта находился 12-летний мальчик. Пострадавший отделался испугом и ссадинами колен. А вот сельский байкер оказался в больничной палате. В Борисовке на Советской мужчина на мотоцикле двигался по обочине и на приличной скорости угодил в отечественный УАЗ. В итоге госпитализирован со множественными травмами. Снова в сводке еще один очень аварийный участок улицы Краснознаменной в районе 55-го дома. Девушка на фите выезжала со второстепенной дороги и не уступила автомобилю на главной. Последовал удар с «Тойотой Сусит». Последний съехал на газон. Пострадавших нет. «Вольксваген Пассат» и «Митсубиси Паджеро» не разъехались на Ленина. Первый не выполнил требования правил уступить дорогу. И со второстепенной выехал на главную на приличной скорости. Сильнейший удар, значительный урон у обоих автомобилей и травмированная пассажирка в джипе. Женщина госпитализирована с сотрясением мозга, гематомой головы и ушибом плеча. Пешеходный переход на Ленинградской в районе 26-го дома повышенный очаг аварийности. Регулярно в темное время суток там сбивают людей. Не стало исключением, и эта неделя под колесами на зебре оказался пожилой мужчина. У пострадавшего ушиб головы и открытая рана лица. Дважды за неделю автомобилисты врезались в препятствие. Если в первом случае нарушитель дождался сотрудников полиции, во втором спешно покинул место ДТП. Его разыскивают. Зима стучится в двери. Так можно охарактеризовать резкое похолодание в округе, которое только усилится к выходным. Солнечная погода также не должна никого обмануть, поскольку северо-западный ветер принесет в Приморье большое количество воздушных масс субарктического пояса. Суббота обещают быть морозной на протяжении всего дня. Температура воздуха не превысит значение 7 градусов тепла, давление при этом будет стремиться к норме. А влажность воздуха подвергнется значительным колебаниям. Ночью возможен и первый снег, который продолжится утром воскресенья. И хоть днем станет гораздо теплее, до плюс 14 градусов рассчитывать на сохранение такой температуры в перспективе явно не придется. А вот на скорое появление гололедицы на дорогах очень даже. Поэтому советуем автомобилистам не откладывать подготовку к зиме своих машин. Телефонные мошенничества заполонили регион. Только в нашем городе ущерб по денежным переводам любителям легкой наживы составляет десятки миллионов рублей. Стоит отметить, что такие финансовые преступления относятся к категории трудно раскрываемых. Сотрудники полиции с профилактическими беседами вышли на улицы города. Компанию стражем правопорядка составила и наша съемочная группа. Разгар рабочего дня – популярное место прогулок района Междуречья. Здесь высадился десант полицейских с листовками в руках и важной информацией на устах. Цель не прогулочная, а просветительская. Задача – предупредить жителей нашего города об опасности, которую несет обычный сотовый телефон. На телефоны звонят неизвестные лица с неизвестных номеров, представляются банками, сотрудниками полиции. И начинают персональные данные запрашивать. Схем существует множество. От уже банального «ваш родственник попал в беду» до относительно нового «проголосуйте за моего ребенка, участвуем в конкурсе». И всякий раз любой подобный диалог заканчивается списанием денежных средств с банковских счетов. Ведь в ходе разговора мошенники так хитро запутывают оппонента, что тот раскрывает свои персональные данные. Эта тема актуальна, особенно в последнее время. Наверное, нет кому-то возможности заработать деньги, и они начинают обманывать людей. Ну, как бы, как совет, не брать и не открывать ни телефон, ничего, если это незнакомый. То есть незнакомый телефон с цифрами, и там сын, дочь. А именно просто вот одни цифры, не берите телефон. Это самая лучшая защита. Пенсионеры – одна из категорий риска. Люди преклонного возраста всегда более доверчивы. В ходе беседы сотрудники полиции напоминают – работники правоохранительных органов, банков, прокуратуры и прочих силовых ведомств не имеют права в ходе телефонного разговора запрашивать личные данные. «Эти звонки просто надоели. Просто надоели. И вот я, знаете, как получу пенсию свою и быстренько с карточки ее сматываю, потому что просто боюсь. А где-то что-то, знаете, уже возрастный. Когда нажмешь, не так сделаешь, руки плохо слушаются, и будет большой капец». Один из последних вопиющих случаев края, когда женщина-пенсионерка за день перевела мошенникам 11 миллионов рублей. Уж слишком хотела помочь родственнику, попавшему в беду. В нашем городе заявления от пострадавших поступают регулярно. «В производстве города Уссурийска находится 641 заявление пострадавших граждан. За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 451 сообщение. Окончено всего 33 уголовных дела. Данные уголовные дела практически нераскрываемые. Ущерб граждан нанесен на десятки миллионов». Мало защищены и наши дети, которые получают рассылки о легком заработке. Это тоже мошенники. Не стоит переходить по непонятным ссылкам, сообщать свои личные данные, банковские реквизиты. И, как сказала одна из жительниц Междуречия, бесплатный сыр только в мышеловке. Мысль подходит для схемы о выигрыше крупной суммы. Но сначала нужно с нее заплатить налог. Берегите свои финансы. Снова в обойме. Торговый комплекс «Центральный» открылся после длительного перерыва. Здание претерпело изменения. Внутри прошел ремонт, витрины и прилавки преобразились, а продукции станет еще больше. Перерыв прошел на пользу нашей съемочной группе. Одной из первых посчастливилось притяниться к товару и отведать новинки. Мы рады видеть в нашем обновленном отделе всех продукций. Продукций очень много. На следующей неделе мы получаем с Греции обалденные продукты. Вообще нигде не будет и заморозка, и соус, и масла настоящая оливка будет. Белорусских продуктов очень много новых. Колбас много. Новые заводы. Так что приходите. Всегда рады. Первый день вышли. Открытие сегодня. В общем-то, какой был, такой и есть ассортимент. Мясные, грибные, рыбные, овощные, альмар. Иногда может меняться ассортимент. Большую часть товара мы везем с родины. Это со Средней Азии, Республика Таджикистан. Изюм, курага, чернослив, курюк, миндаль, грецкий орех. Восточные сладости еще, да, тоже вот с родины везем. Дима впереди. Иммунитет надо поднимать. Приходите. Всегда будем рады. Мясо всегда свежее, хорошее. Через лабораторию все проходит, все проверяется. А употреблять мясо, а как без него жить? Надо по-любому брать, покупать и кушать. Впереди короткий рекламный блог. Оставайтесь с нами. Далее вы увидите. Парты и артефакты. На территории городского музея открылась выставка. Бегетарианство и сыроедение. В Госдуме рассматривают новый законопроект. Россия против Китая. На ледовой арене прошел международный матч. Это вечерний выпуск программы Телемикс Новости. Идем дальше. Выставка «Приморский край в картах» открылась на территории городского музея. На баннерах отражены основные этапы административного деления и не только. Исторические предметы дополнили композицию. Мы побывали на Краснознаменной 80 и узнали о роли нашего города в становлении региона. Приморье вошло в состав Российской империи в 1861 году после подписания Пекинского договора. С тех пор административное деление происходило несколько раз. Как менялись названия, состав, размер можно рассмотреть на баннере у городского музея. Здесь открылась выставка «Приморский край в картах». И вот как раз на этом баннере я попытался вкратце изложить всю его историю. Конечно, карт очень много, всех поместить нельзя. Но я взял, собственно, ключевые карты, когда Приморье уже стало входить в состав Российской империи, когда оно стало отдельным регионов. Ну и, собственно, ту историю, когда его разбили уже и получился Приморский край. От нарисованных карт к другим элементам выставки – историческим предметам из глины, металла. Здесь и наконечники, стрелы, копии из каменного века. Пряслицы середины первого тысячелетия. Напильники эпохи государства Чурджений. Пряжки ремней 800-летнего возраста. Все эти артефакты разных времен были обнаружены на территории нашего города, который стал одним из первых населенных пунктов Приморского края. С самого начала своего существования наш город, когда он был селом Никольским, городом Никольск-Уссурийским, городом Ворошиловым и, наконец, стал Уссурийским, имел огромное значение в жизни края. Потому что он в себе аккумулировал огромное количество различных направлений. И сельское хозяйство, и производство, тут же военные, развивалась культура и так далее, и так далее. Благодаря музею истории Дальнего Востока имени Арсеньева в нашем городском удалось собрать уникальную коллекцию архивных фотокарточек из жизни Уссурийска. Увидеть кадры из прошлого своей малой родины можно по адресу Краснознаменная, 80. А выставка «Приморский край в картах» открыта до 30 октября. В субботу, 21 числа, рассмотреть баннер и осколки материальной культуры можно и на Центральной площади. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс. Жители всей страны активно поздравляют Приморье с 85-летием через социальные сети. Вот и российская певица-участница проекта «Голос», победительница шоу «Ты супер», уроженка нашего края Диана Анкудинова передала свои наилучшие пожелания нам, своим землякам. Привет, дорогие приморцы! Я от всей души поздравляю вас всех и свой родной край с 85-летием. Желаю вам мира и процветания, счастья и благополучия, крепкого здоровья и отличного настроения. Я всегда с радостью возвращаюсь на свою родину и надеюсь, что мы с вами скоро увидимся. Особый привет я хочу передать городу Уссурийску. Городу, с которым связано очень много событий в моей жизни. Городу, с которым связано очень много событий. Законопроект о запрете вегетарианства и сыроедения для несовершеннолетних рассматривают в Госдуме. Это связано с опасностью развития серьезных заболеваний. Несколько трагических случаев уже зафиксировано. В Красноярске умерла двухлетняя девочка из-за расстройства питания и анемии после того, как родители исключили из рациона мясо и другие продукты. Похожая ситуация произошла в Сочи с новорожденным. Мы вышли на улицу Уссурийска, чтобы узнать отношение местных жителей к этому вопросу. Все хорошо в меру. Я не против, ради Бога, это выбор каждого человека. Если кому-то нравится, считает нужным для себя, это полезно, пожалуйста. Я классическое питание и за мясо, и за белки, углеводы, за правильное питание с контактом. Но иногда балуемся, потому что можем себе позволить. Растущий организм молодой, детям обязательно надо мясо? Возможно, свинина вредна, но есть курятина, есть более такое полезное мясо. Потому что я готовилась к биологии, знаю, что желательно иметь те и те питательные вещества. Ну, животных, растительной пищи. Я люблю свинину, но детям я бы предпочтительнее давала курицу, что-то, ну, полегче. Такого вот. Ну, это еще от родителей зависит, как там кормить. Все равно мясо надо вносить детям. Это же белок. Ну, рыбу, мясо все равно. Международный матч по хоккею прошел в Ледовой арене Уссурийска. Встретились ветеранские команды «Водострой» из Уссурийска и игроки Муданзяня. Соблюдали ли хозяева президентский курс на восток, расскажет Ирина Мигунова. Россия против Китая только по-товарищески. В Ледовой арене прошел международный матч между командой «Водострой» и сборной Муданзяня. Играли ветераны 45+. Дружат хоккеисты давно, а после пандемии китайцы впервые пожаловали в гости. В этот раз они как бы попросились ветеранами приехать поиграть в дружественные матчи. Нормальный уровень там у некоторых ребят есть, которые, видать, раньше поиграли. Ну, уже возрастные, в хоккей не бросают, играют. Очень интересно, хорошо тело там. Это Китай, русский. Это давно тоже по Сатурнице. «Водострой» играл в три звена, соперник в два. Хозяева на своем льду, китайцы в гостях. Уровень уссурийцев заведомо выше, но все же красные нервничали. Однако очень быстро успокоились. Как только в ворота соперника залетела первая шайба. Автор гола номер 14 Иван Пипко. Ответка последовала быстро. Прыткие китайские нападающие, еще имея силы, пошли в наступление. И гости проникли таки в ворота Вячеслава Репринцева, застав голкипера врасплох. Сейфы удавались. Один был, да, неудачный. Моментик такая, ковыряшечка, закинул. Как бы особо не был к ней готов. Да, он думал, он проедет мимо. Ну, получилось так. Ну, дал команде, как бы, задор китайской, чтобы они немножко приподнялись духом. Да, первые минуты, конечно, они бежали, играли, рвались. Пытались забить, конечно, но мы ворота держали на страже. Отметим, что товарищи из дружественной страны не были легкой добычей. Наш вратарь отражал большое количество шайб и вовсе не отдыхал на пятаке. Тренер «Водостроя» Александр Романов в какой-то момент решил взять игру в свои руки. И одну за одной наколотил китайцам шайб целую пачку, сделав в матче редкий трюк – пентатрик, когда пять голов реализует один и тот же игрок. Но Романов все же иногда менялся. Так что у игроков «Водостроя» в эти редкие минуты появлялась возможность отличиться. Иван Пипко забил еще один гол и по шайбе забросили Денис Рой и Андрей Динеев. На девять шайб гости ответили четырьмя. Три заключительных гола уже к концу игры. Когда все подустали, да и душа хозяев была спокойна за исход матча. Особенно у самого скромного игрока. Пришлось взять игру на себя, чтобы немножко успокоить. Ребята успокоились, начали играть. Да, если бы китайским товарищам, конечно, не повезло, что у них нет Александра Романова. А ну, что сделаешь? Товарищеские игры – доброе развлечение для ветеранов хоккея с обеих сторон. Глядишь, вскоре и наши поедут в Китай курсом на восток. Но с миссией побеждать на любом поле. Ирина Мигунова, Роман Адонин, Телемикс. Пока это все новости. Напомню, наши материалы вы можете посмотреть на сайте Телемикс ТВ. Также не забывайте про наш телеграм-канал и социальную сеть ВКонтакте. Этим вечером с вами была Полина Мельниченко. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!